Мне классная руководительница говорила, не надо обманывать. Я говорю, почему? Она мне не может объяснить, а я ей объясняю. Говорю, вот Вася обманул, ему двойку не поставили, а я не обманул, мне поставили. Что хорошего-то, как бы, не обманывай. Всегда влетаешь на двойку или что-то. Она мне не могла объяснить. Мне интересно было. Я потом сам изучил уже в священных писаниях, что человек обманывает, он не может видеть будущее, не может чувствовать людей, он влетает на то, что его разводят и так далее. То есть у него нет ясной картинки. Вот почему не надо обманывать. А не потому, что не надо просто и все. Ну то есть надо еще со мной разобраться, что надо и что не надо, почему. Потом уже детям что-то объяснять. Ребенку надо объяснять практично все. Он должен понять, почему так. И вот если вы мягко, по-доброму объясняете, он тогда будет принимать все это. Потому что очень важно понять, как работает разум. Вы что хотите-то, чтобы ребенок был дрессированный, как вот тигр, допустим? Тигр, он осознает все или нет? Нет, он дрессированный. У него все на двух вещах. Страх и желание кушать. На их личных интересах все. Вот там, вот туда нельзя, потому что опасно, а вот сюда можно, потому что накормят. Все. И тигр может быть тренированный. Львы могут быть как котята. Вот если дрессировщик работает с животным, они никогда его не тронут, никогда ничего плохого ему не сделают, потому что он любит их, кормит их, наказывает их. И все. И они будут вести себя как послушно рядом с ним, как дети. Надо сначала принять льва, что у него характер серьезный. Если тебя возмущает, что он может тебя порвать, вот, тогда что тебе с ним, со львом связываться? Не надо возмущаться. Если он тебя рвет, значит, это твои проблемы, ты неправильно с ним себя ведешь. Вот. Нечего лезть в клетку, значит, тогда. Также ребенок есть ребенок. Посмотри, прими его сначала, по-доброму с ним общайся. Потом удовлетвори его потребность в познании. Он тебя начнет уважать, как старшую. Потом дальше ты начни ему давать по-доброму мягко советы, потому что, если ты хочешь не на инстинктах, как у животного, его воспитать, а чтобы он понял, запомните, понимание человека, разум человека работает только в спокойном состоянии. Если человек неспокоен, а вы его ругаете, он ничего не поймет. Разум не работает, когда человек беспокойный. Поэтому я вам все рассказываю, как? Спокойным голосом. Так? Если я буду эмоционально, ну вы что, не понимаете, что ли? Буду рассказывать. Вы ничего не поймете. Вы будете смотреть на меня вот так. И все. У вас будет обескураженность внутренняя. Я вас говорю спокойно. Поэтому под мои лекции некоторые засыпают, включают лекцию. Спать ложатся. Один мне говорит, Олег Геннадьевич, спасибо вам за лекции. Я теперь нормально засыпаю. Голос, когда спокойный человек, раз, включил, засыпает. Все нормально. В спокойном состоянии, надо объяснять. Вышел из равновесия ребенок, ничего не поймет. Должен быть в спокойном состоянии. И здесь очень разно, по-разному. Мальчик вообще не поймет слова. Его надо объяснять, и он понимает только поступки. Мальчику нужно действием все показывать. Действием. Акшен. Экшен. И надо, чтобы он немножко обломался. Как приводится пример. Допустим, маленький мальчик хочет засунуть в вентилятор палец. Зачем он это хочет сделать? Это его способ жить. Мальчик, он все на опыте должен постичь. Чему слова, женщина, девочки сказали, там нельзя. Она сразу раз зафиксировала все. Мальчики, девочки по-разному воспринимают мир. Вот, допустим, женщина приходит на лекцию первый раз. Кто первый раз пришел на лекцию, женщина? Вот вы как воспринимаете лекцию? Вы слушаете? Вообще первый раз никогда меня не видели? Я не слышала, я не видел. Нет, а кто не слышал, не видел вообще первый раз? Вот вы как будете лекцию воспринимать? Вы будете думать, мое не мое, мое не мое, мое не мое. Все, всю лекцию. Мужчины по-другому. Мужчина, кто первый раз пришел, вообще никогда меня не видел. Есть такие? Вот они будут как воспринимать? Дурак не дурак, дурак не дурак. Совсем по-другому. Теперь дальше поехали. Женщина приняла знания, она приняла мое. Мое, допустим, мое она приняла. Все, дальше как она будет воспринимать? Она вот так все будет с себя впитывать. У нее все, что до этого было, стирается. Только это остается. Она должна разобраться в мелочах во всех, вообще во всем полностью, в деталях. И дальше муж еще не знает, что вся жизнь его поменяется. Придет домой, она ему вынес мозг. Все, мы живем по-другому. Все. Мужчина вообще не так слушает лекцию. Он слушает и говорит, да, это я знаю. С этим я согласен. С этим не согласен. Это проверим. Если вы женщину спросите, тебе лекция понравилась? Она говорит, понравилась. А что тебе понравилось? Все. Ну, то есть, если ей понравилось, то понравилось все. Она все всасывает, ей все понравилось, потому что она всю лекцию всасывает полностью. Ей нужна инструкция, она следует по инструкции. Женщина всегда по инструкции живет. У нее психика работает и только так. А мужчине, если спросить, лекция понравится, он скажет, да, я это все знаю. Мужчина не по инструкции живет. Ему надо все проверить. Если он что-то не знает, допустим, он потом говорит, да, точно. Вот это я так сделал, у меня геморрой вылез. Классно, молодец, работает система. Надо провериться. Один раз одна женщина у меня камнями лечилась. Ей помогала. Ну, она оказалась, жена очень влиятельного человека. Он пришел такой ко мне. Ну, он любит жену просто. Я говорю, какие у вас жалобы? Он говорит, у меня нет жалоб. Я говорю, зачем пришли? Он говорит, жена привела. Что она хочет? Она хочет меня вылечить, то-то, то-то, то-то. Ладно, хорошо. Поставил ему камни. Я говорю, вам надо сейчас наблюдать за собой, потому что камни могут перегружать. Я подберу схему. Если я буду узнать перегрузки, он говорит, у меня нет перегрузок. Я говорю, ну ладно, тогда едьте домой, если по дороге будут перегрузки, позвоните. Он говорит, да не будет никаких перегрузок. Я пошел, короче. Надо все не верить, что они там работают. Потом едет на машине, короче. Едет на машине, звонит мне. Говорит, у меня в глаза в кучу пошли. Это от камней? Я говорю, да, перестаньте. Вот тут, оттуда. Переставил. Говорит, о, уже не в кучу. Значит, работают. Я говорю, работают. Все, поверил. Потом приходит ко мне, такой, приходит, ну неожиданно вообще, приходит ко мне на прием такой, смотрит на меня, говорит, у меня голова раскалывается, раскалывается. Я говорю, таблетки не помогают, помоги мне. Вот сел такой, такой, сидит такой, глаза квадратные. Я ему взял, нажал в ухо, прям вот туда вот сильно, в ухо нажал, ну чтобы мозговое прообращение активизировать, у него там спазмы сильные были. И он орет, короче. Минуты четыре, наверное, на ухо жал, он орет. Потом отпустил, он говорит, все, не боли, ты пошел. После этого поверил еще сильнее. Уже вообще потом верил, по-настоящему. Вот, ну то есть у мужчины вот так. Ему нужны поступки, чтобы он поверил. Ну так, он не будет на слова никакие верить, он просто будет слушать, смотреть на тебя, как на новые ворота и все. Вот. Мы разные. Поэтому девочке надо все аккуратно, подробно объяснять, если она вам верит. Но делать это надо как? Если у вас маленькая девочка, вы должны найти к ней подход. Подход. Подход это означает определенный уровень доброты и нежности, который ее устроит. Вот девочка ни за что никого не будет слушать, если она не почувствует определенный уровень доброты и нежности. Поэтому ей надо с ней очень аккуратно, ласково разговаривать, чтобы она действительно тебя приняла. И это касается всех женщин, близких отношений. Вот если мужчина с ней не будет вот так нежно-ласково, она его вообще слушать даже не станет. Нужно, чтобы она почувствовала, что ее любит. Тогда она будет слушать. Если ее не любит, значит не будет слушать. Так женщина, психика у женщины. И у девочки маленькой тоже. Хотите воспитывать девочку, разговаривайте с ней так, чтобы она чувствовала, что ее любит. Тогда она будет разумной, вырастет разумной. Мальчик должен чувствовать силу. Если он видит, что сила есть у папы, у мамы, он будет уважать и слушать. Когда папа с армии у меня пришел, я не любил спать, вовремя ложился. У меня статическое напряжение с детства копилось. Поздно, не хотелось вовремя засыпать. Матист пришел, говорит, надо спать ложиться. Я говорю, я не буду. Честно ему сказать. Он такой снимает ремень, говорит, ты знаешь, что это такое? Мне было три года. Я говорю, не знаю. Он говорит, это ремень. Папы по попе бьют вот так вот детей, когда они не слушаются. И стукнул по этому. Ремнем там, бляшка такая крупная. Стукнул по кровати. Я говорю, теперь знаю, что это такое. Он говорит, надо спать ложиться. Он говорит, я понял. Я говорю, бег спать сразу. Ну, по мужски со мной поговорил, я сразу все понятно. Вопросов нет. Бляшки по заднице не хочется. Сразу респект и уважуха. Все. Понятно? Нет. Потому что, когда женщина начинает с силой, с мужчиной, то у него, он звереет. Он, у него, как он петухом становится. Перестает быть мужчиной петухом. Мальчик тоже. Если женщина начинает давить силой на мальчика, он будет с ней сражаться до последнего. Вот, допустим, она по попе его бьет, он будет делать вид, что ему не больно. Потому что он рядом имеет, ну, рядом находится с женщиной, он должен всегда быть рыцарем рядом с женщиной. Поэтому, а если она его ломает, то он на всю жизнь будет просто тряпкой. Если женщина сломала, у мужчины есть два варианта. Или быть бандитом, то есть садистом, мучить женщин. Или стать тряпкой. Муля, не нервируй меня. Помните фильм этот, такая женщина такая, Муля, не нервируй меня. Она такая, берег ней. Это воспитание. Сломали ребенка. Или очень баловали сильно, он стал слабым из-за этого. Поэтому женщина должна давать, наказывать мужчине. А если она сама хочет наказывать, она наказывает общением просто. Не силой, а общением. Она может не разговаривать с ним. Или сказать, что он тебя обиделось и уйти. Все. Вот так. Все, чтобы это все делать, нужна социальная сила. Чтобы терпеть ребенка, нужно иметь силу. Чтобы по-доброму разговаривать, нужна сила. Чтобы объяснять, нужна сила. Если нет силы, значит, ты не сможешь объяснять. Тебе некогда. Ты говоришь, мне некогда. Ну, тебе не некогда, у тебя нет силы. Понятно? Или нет? Мы говорим о социальной силе. Есть социальная сила. У тебя есть сила, можешь воспитывать ребенка. Нет силы, значит, он будет невоспитанный. Если ты начинаешь с ним ругаться, кричать, значит, будет еще хуже. Он будет тебя не любить потом. Плохо к тебе относиться будет. Вы поняли, как работает вот эта система социальной силы? Что если ты хочешь чего-то допиться, сначала пойми, как это делать. И развивай качества определенные. Это всегда называется бескорыстие, щедрость. Все виды социальной силы называются благочестие. У человека копится эта сила внутри. И он становится влиятельным человеком. Есть сила знания. Люди верят такому человеку. Есть сила власти. Люди подчиняются, слушаются такого человека. Есть сила, способность щедрости. Сила щедрости. Люди покупают товары у такого человека. Есть сила, женская сила. Есть женщине легко выйти замуж. Есть мужская сила. Мужчине легко жениться. Когда человек любит труд, его всегда возьмут на работу. Если он не любит работать, и это почувствует, его не будут брать. То есть надо сначала просто научиться любить работать. Не деньги любить, а работать любить. Тогда ты всегда устроишься на работу. Это чувствуют работодатели. Они чувствуют, что ты хочешь, работать или денег хочешь. Если денег, будешь выносить мозг. Если работать, значит, тебе с тобой будет спокойно. Научись любить труд, и ты найдешь работу легко в жизни. Это называется социальная сила. Она дает человеку возможности. Вот, допустим, как сдать экзамен. Кроме того, что ты должен выучить предметы, для чего ты должен аскезы совершать. Потому что, чтобы учить предметы, тебе нужна энергия для этого. Или терпения у тебя не хватает, значит, неподвижное положение тела. Или воли не хватает, значит, длительное движение. А если у тебя неверие, что ты не можешь сдать, тогда пастись на воде. Это называется уже оптимизм. То есть аскезы дают человеку возможности сдать, учиться. Но есть еще одна вещь, которая даст тебе возможность сдать экзамен. Это уважение преподавателей. Если ты с ними разговариваешь уважительно, ведешь себя правильно, им хочется тебе поставить хорошую отметку. А если ты их не уважаешь, боишься, допустим, или злишься на них, тогда нет. Им все равно тогда. Они теряют интерес к тебе, как личности. Итак, мы поговорили с вами о здоровье человека, о психофизической силе. Я обратил ваше внимание на природу. Вот я сегодня покупался у вас в озере. Что это мне дало? Кроме того, что вы клопали в ладоши, что это мне дало? Мне лично, что это дало? А? Терпение. Как? Терпение, да. То есть это мне дало возможность прощать, возможность терпеть, возможность быть спокойным. Это энергия ледяной воды. Понятно? Вот эта энергия зашла мне в тело. И опять же, допустим, а все могут вот так пойти и посидеть в ледяной воде? Каждый человек может? Нет. Это значит, психические каналы должны быть крепкими, чтобы эту энергию забрать в себя. То есть это тоже надо тренироваться для этого. Правильно? Правильно. Вот поэтому и развивайтесь, и оттренируйтесь. Те, кто были со мной вместе, они видели, что молодым ребятам было тяжело бежать так, как я бежал. Они кряхтели, пыхтели рядом. А я радостно, спокойно, всем счастья жил. Не потому, что я там лучше, сильнее. Просто я живу правильно. Это накопилось. Сила здоровья накопилась. Даже в возрасте она копится. Понимаете? Можно в 57 лет бегать, чем там 18 лучше, чем кто-то 18. Можно купаться в 57 лучше, чем молодежь, допустим. Это все копится. И это дает возможности в жизни тоже. Классальные. Вот это надо все знать. Теперь социальная сила. Вот что мне нужно? Мне нужно, чтобы быть эффективным в жизни. Мне нужна слава или популярность. Иначе я лекцию прочитал, один человек пришел. Чего читать лекцию? Никого нет. Кому стенам читать? Лекцию прочитал, весь мир послушал. Эффективность хорошая? Нужна популярность. Откуда она берется? Как сделать так, чтобы тебя все слушали? Один мужчина ко мне пришел, говорит, как вы себя раскручиваете в Инстаграм, в Ютуб? Почему вы популярны? Я говорю, я себя никак не раскручиваю. Как у меня помощники обманули меня, забрали у меня соцсети, говорят, ты теперь не будешь популярным. Потому что все соцсети наши. Я говорю, при чем соцсети? Меня люди слушают, потому что им хочется. При чем соцсети? Никак не повлияло это на мою жизнь. Я новые соцсети завел, там потихоньку развиваются. То есть глупость. Почему люди слушают? Потому что желание славы слабее, чем желание заботиться о людях. Если бы у меня было желание славы сильнее, вы бы это что, не почувствовали? Я бы пришел. Здравствуйте, дорогие друзья. Видите, я к вам приехал. Это вам очень сильно повезло. Понимаете? То есть все пошли с лекцией, дружелюбе. Я не могу слушать это все. Как один мой друг, он лекции читает, и такой самодовольный. И все уходят с его лекцией. Он говорит, что меня не слушают люди? Я говорю, ты знаешь, ты хочешь правды? Он говорит, да. Я говорю, ты понимаешь, что ты себе нравишься больше, чем всем остальным. Тебе надо быть подскромнее. Он понял, говорю. А что портит лектора? Слава. Все смотрят, все радуются. Крутым становится человек. То и портит. Бизнесмены деньги портят. Деньги появились, жадность появилась. Желание заботиться нет. Руководителя власть портит. Власть появилась, стал пренебрегать людьми. Поэтому всегда надо следить за собой. Смотреть. Женщину муж портит. Начинает потихоньку наглеть рядом с ним. Терять его потихоньку. Начинает. Тема закрытая, понятно? Учитесь, следите за собой. Бескорыстие всегда делает человека сильным. Корысть всегда убивает в нем силу. Есть два-две эти силы. Корысть, бескорыстие. Баланс должен быть в сторону бескорыстия. Поэтому добрые дела необходимы. Необходимо делать добрые дела, чтобы уметь общаться с сыном, общаться с мужем, общаться с начальником, общаться друг с другом, с экзаменаторами, с работодателем. Нужна сила. Она идет от бескорыстия. Это называется благочестие человека. Чем больше добрых дел, тем больше силы внутри. Получить удачу в жизни. Получить счастье. Поэтому я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Это что привлекает в жизнь человека? Удачу. Всем людям он нравится, такой человек. Как одну песню парень один пел, когда мы бегали. Я ее вспомнил сейчас. Как раз про удачу. Бывали все на свете хорошо, в чем день, но сразу не поймешь. А вот старенький дождь, а шум нормальный дождь. В нем в талпе знакомое лицо, веселые глаза. А в них лежит за добрых кольцом, а в них лиски за добрых кольцом, и лень моя рада. Ну, то есть, человек радуется людям, радуется дождю. Вот от чего удача. Понимаете? Правильное отношение к жизни, правильное настроение. Если человек хмурый, замученный, замкнутый, несчастный, он, конечно же, будет неудачником. Как сегодня. Как сегодня. Ветер был, солнце и снегопад. Песня про нас сегодня. Мы смеялись, радовались, пели и танцевали. И много ли надо? Конечно, жизнь будет прекрасна, если человек так живет. Осадочек хороший остался, а это сила внутри, вот эта радость, память, как радость действует потом в жизни человека. Теперь следующая тема. Следующая тема. Это Бог. Как это говорят коммунисты, опиум для народа. Религия – это опиум для народа. То есть сравнили верующих людей с наркоманами. Мои хорошие, Бог – это отдельная тема для беседы. Потому что эта сфера – это самое ценное и важное в жизни человека. Если высшей цели жизни нет, то нет стержня. Человек ломается легко. Высшая цель человеческой жизни – это приближение к Богу. Люди там суетятся, думают, высшая цель – это квартира, машина, любовь, семья. Вы это все с собой на тот свет не возьмете. Потому что человек на тот свет может взять только благочестие, добрые дела, которые он сделал, или злые поступки тоже придется брать с собой в следующую жизнь. Он может взять веру. Вера неразрушимую силу имеет. Вера не разрушается. Если ты веришь в Бога, ты будешь чувствовать веру, вкус. Будешь чувствовать вкус. Через людей передастся вера, через события какие-то почувствуешь. Мое – это мое, веру свою почувствуешь. Что дает человеку вера? Дает ему совесть. Он уже очень аккуратно относится к жизни. Не такой уверенный в себе. Совесть чувствует, что что-то не так он делает. Совесть – это важная вещь. Она сохраняет потом жизнь. Потому что приходит злая судьба, она раскачивает психику. Куда бежать? То ли разводиться, то ли мужу додолбать его, чтобы он понял. Нет, ни то, ни другое. Нужно нужно понять, что тебе тяжело сейчас, ему тяжело, нужно выдержать, нужно силы, нужно правильный настрой, доброта. Доброта – это энергия Бога. Это не мое. Человек сам не может быть добрым. В таких ситуациях, когда плохо, он не может. Вот если он молится Богу, помнит о Боге, к нему в сердце приходит доброта. Доброта. Доброта – значит, ты все спокоен, принимаешься, все нормально, все хорошо. В Казахстане все хорошо, у меня все хорошо, живем дальше. Просто такой период жизни у всех людей на планете. Надо ко всем по-доброму сердце добрым оставить, сохранить. Это только Бог может помочь так настроиться, потому что у тебя не будет этой доброты. Потому что время такое жестокое, ломает людей. Совесть. Трудно понять же, прав ты или нет. Только совесть дает возможность. Допустим, девушка не хочет разводить, что-то мешает разводиться. Вроде бы бросил, вроде бы уже год прошел. Но что, почему я не могу разводиться? Кто мешает разводиться? Совесть мешает. Почему она мешает? Потому что ты не все поняла, то, что происходит. И Бог не разрушает эту семью, не дает ее разрушить, потому что ты не все поняла. Нужно сейчас разобраться во всем, что делать. Человек запутался. Да, он запутался. Но почему он запутался? Помогла ли я ему запутаться? Помогла. Ну, то есть, он сломался, я сломалась. Семья разрушена в результате. Что, пнуть его под зад сейчас? Нет. Он, когда ломался, вел себя по-человечески, уходил по-доброму. Это значит, что ниточка не разрушена, Бог сохранил связь. Бывают, люди предают, а бывают, ну, как бы, заблуждаются просто. Да, человек заблудился, надо ему помочь вернуться. Если человек предал, надо его наказать. Оставить условия, сохранить себя, предательство, нельзя поощрять. А если заблудился человек, надо его возвращать. Нужно время ему дать на это. Совесть важная вещь. Это Бог. Молитвы нет, памяти о Боге нет, совесть не сработает. Разрушишь свою жизнь, не заметишь, как совершишь ошибку. Без Бога иногда очень трудно принять правильное решение в жизни. Бог также помогает человеку преодолеть непреодолимые препятствия. Например, насилие, какая-то сила на тебя идет, отжимают имущество, порочат тебя, сажают в тюрьму. Сейчас вот у меня есть знакомые, высокопоставленные, там многих посадили в тюрьму людей из-за смены власти. Надо что-то делать с ними, вытаскивать как-то людей. Люди хорошие, просто попали под раздачу. Что делать? Молитва нужна. Отношение памяти о Боге смягчает сердца всем. Бог же в сердце находится людей, ты думаешь о Боге, молишься, к этому человеку меняется отношение, люди меняют свое решение по поводу него. Так это действует. Судьба есть, а есть Бог. Судьба это что такое? Это закон. А Бог что это такое? Это исключение из правил. Это милость. Бог дает милость. Есть закон, судьба тебя мучает по закону, а Бог дает тебе милость. Поэтому вера в Бога, удачливая жизнь, удачливым человек становится, если он верит в Богу. Как правильно относиться к Богу? Что такое отношение с Богом? Надо разобраться сначала, что такое судьба. Судьба действует через память. Вот допустим, как определить, что у меня тяжелый период в жизни идет? Я очень сильно думаю о себе. Вот если человек даже лекцию слушает и не может отвлечься от мысли о себе, поднимите руку, вот вы лекцию слушаете, и все равно мысли о себе крутятся в голове. У кого сейчас такое? Поднимите руку. Тяжелая судьба. Тяжелая судьба идет. Понятно? Вы не можете оторваться от себя. А бывает человек даже спать не может, думает о себе. Поднимите руку, кто даже ночью думает о себе, о своей жизни. Спать не может. Тяжелая судьба. Еще тяжелее. Память о себе, судьба, она заставляет думать о себе. Чем сильнее мысли о себе, тем тяжелее судьба. Почему? Потому что судьба звучит. Она звучит, мы не слышим, как она звучит. Она звучит и привлекает память. Этот звук. Как есть такая песня. Как жажду среди мрачных равнин измену забыть и любовь, но память, мой злой властелин, все будет минувшее вновь, вновь. Имщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Имщик, не гони лошадей. Ну, то есть память злой властелин, она заставляет, и он же не хочет, он жаждет забыть. Думает, вспоминай, заставляет судьба, думает, вспоминай, не забудешь, мучайся. Некоторые спрашивают, Олег Геннадьевич, как мне, как мне, они говорят, как мне отвязаться от мужа, который меня бросил. Он меня держит. Это не муж держит, это держит память, судьба держит. С помощью Бога это делается. Потому что есть один только способ отвлечь память. Память отвлекается через любовь. Вот как Антонов поет, новая встреча, лучшая встреча, средства от одиночества. То есть, если хочешь, чтобы легче было, найди нового человека, тогда будет легче. Но и о том, что было, помни, не забывай. Ты не сможешь забыть. Потому что новая встреча не является лучшим средством. Потому что если у тебя осадочек останется, даже при новой встрече, ты будешь ходить и вспоминать, что там было. Потому что новая встреча тебе не поможет. Тебе поможет только Бог. Потому что когда человек чувствует, что в этом мире все плохо, ему нужна какая-то сила, которая даст ему возможность облегчения в сердце испытать. Нужно испытать это облегчение в сердце. И Бог действует тремя способами. Первый способ от природы. Есть песня такая «На дальней станции сойду, трава по пояс, и хорошо, хорошо с былым на тени бродить в полях, ничем, ничем не беспокоясь, по Васильковой синий тишине». Ну, то есть природа успокаивает. Это энергия Бога природа, поэтому успокаивает. Дальше добрые люди. Как они действуют? Если друг, друг, кто-то любит тебя, дружит с тобой, честный друг, не набалдеет с тобой, на пикники ездит, а верный друг, то есть он в беде, когда тебе трудно, остается рядом с тобой. Это почему он остается? Ты плохой, ты вонючий, тебе плохо. Почему он идет тебе, помогает тебе? Почему? Потому что Бог в сердце у него показывает, что ты хороший, дает ему сладкий вкус в отношениях с тобой. Почему Бог так делает? Потому что ты делал много добрых дел, и Бог тебе дал такого человека. И если ты придешь к этому доброму другу и с ним поговоришь, тебе сразу легче станет. А когда человек успокаивается, знания потом приходят. Ты хочешь понять, что делать, не спишь ночью, думаешь, что делать. Иди к верному другу. Ты с ним поговоришь, он даже, может быть, не знает, что делать, но тебе станет спокойно. Почему? Потому что через него, через верного друга действует Бог. И он дает тебе что? что дает тебе? Спокойствие дает тебе. И когда ты знаешь, что есть верные друзья, иди к ним. Не надо падать духом, не надо печалиться, скорбить. Надо идти к ним, и тебе станет легче сразу. И так действует Бог. Он не через психологов, астрологов действует, через верных друзей действует. Силу свою передает, через любовь человеческую. Те люди, которые к вам по-доброму относятся, вам и дадут успокоение, и дадут вот эту помощь. Только такие люди, верные друзья, успокаивают человека. Знания человек может получить. Когда успокоится. Или друг подскажет, сердце Бог другу может давать знания напрямую. Или если не даст, то через твое спокойствие придет знание. Природа успокаивает. Дает силы жить. Когда тебя бросают, иди в лес. Что такое молитва? Это работа с памятью. Вот ты пусть повторяешь. Время мало осталось. Это молитва? Нет. Это речевка. Молитва означает, что ты помнишь. Два варианта есть помнить. Или у тебя есть событие, которое с Богом тебя связывает. Допустим, спасение какое-то. В храме ты был, почувствовал благодать Божью. В жизни все изменилось. Вера у тебя появилась в это событие. Хорошо. Вспоминай это событие. Молишься, повторяешь. Альхамдулиля, Альхамдулиля. Вспоминаешь это событие. Все. Память у тебя включилась, с Богом связь. Потому что молитва означает память. Это не означает просто повторять какое-то количество раз. Память включается только через факты. У тебя был контакт с Богом, вспоминай. Можно вспоминать наставника своего через любовь уже. Вспоминаешь наставника, молишься, думаешь о нем. Думаешь о нем пока. Это молитва. Как только о себе начал думать, молитва закончилась. Молитва в памяти живет, а не в словах. Надо помнить о том, и говорить надо. Молитву повторять нужно сердцем. Звук сердца отличается от звука эмоций и мыслей. Вот как выглядит звук эмоций. Я желаю всем счастья. Это не молитва. Или звук мыслей как? Я желаю всем счастья. Это звук мыслей. Звук памяти. Как выглядит? Я желаю всем счастья. Звук памяти, он отстраненный. Потому что, когда ты помнишь, ты ни на что больше не реагируешь. Ты с памятью живешь вместе. Это отстраненный звук. Он судьбоносный. Допустим, хочешь девушке в любви признаться тому? Сейчас проверим девушке, как будут реагировать. Вот вы, допустим, вам признаются в любви. Вот сейчас смотрите, вы, ну как бы, это для вас самое главное событие в жизни вообще-то. Вам надо не ошибиться. и он признается. Я тебя люблю. Засмеялись. Не прокатывает, да? Нет. Не понравилось? Кому понравилось, девушке? Кому понравилось? Поднимите. Вам понравилось? Все, значит, прогорите в жизни. Так не пойдет. Сама оценка понравилась. Дальше поехали. Он теперь поглубже чуть. Я тебя люблю. Понравилось? Нет. Видите, женщины знают звук, судьбоносный звук. Они чувствуют. У них знание есть. Теперь он вспоминает вас вспоминать. Я вспоминаю. Тебя вспоминаю. Да? Вспоминает вас. и такой. Я тебя люблю. Понравилось? Это звук памяти. Видите, он судьбоносный. Сразу. Опа, женщины. Все задумались. Такие притихли. Все такие сидят. Прижухли. Молчат. Понравилось. Вот. Или, допустим, человек заблудился в лесу. Он кричит. Помогите! Помогите! Будут помогать, нет? Нет. Или он кричит. Помогите! Помогите! Не будут помогать. Он кричит. Помогите! Будут? Будут. Это звук памяти. Это звук памяти. Так что звук памяти не только Богу интересен, но также и нам оказывается. Звук памяти. Звук памяти это очень важный звук. Если вы хотите звук Богу что-то сказать, ну, говорите это так же, как людям. Вот ценный, важный звук, звук памяти. Вспоминайте его и славьте. Есть молитвы специальные. Аль-Хамдулили. Что значит? Спасибо тебе, Господь. За что? Ну, спасибо за то, что мир пока еще в Казахстане. Спасибо за детей. Спасибо за мужа. За Караганду. Ну, за все спасибо тебе, пожалуйста. Прими вот мою благодарность. Я все время ною. Все время чем-то недоволен. Ну, а сегодня я хочу тебя поблагодарить. Хоть один раз в жизни. Постоянно мне что-то не нравится. Вот есть хорошие люди, а есть плохие. Вот, допустим, как бы накрыли вам стол, допустим, да? И одно блюдо сгорело. И вы сидите только на него, смотрите, так недовольный. Почему это сгорело? И его начинаете пробовать так. Что оно сгорело? Ну, тебе целый стол на крыльях. Ешь, что не сгорело. Что тебе вот это вот все время? К этому привязался, к одному блюду. Четверо детей классных. Ну, один, допустим, там чуть-чуть шалит. Один, так, более-менее. Столько счастья в жизни. Чего к мужу привязалось? Смотри на детей. Радуйся им. Есть подружки хорошие. На них смотри. Вот если к мужу привязалось одно только... Думаешь только о одном плохом. Это называется скупость. Научись смотреть на хорошее. Только Бог дал хорошего. Чего ты на это не смотришь? Все время только на плохое. Одно блюдо не нравится. Все плохо. Смотри на все хорошее. Почему мы смотрим так на плохое? Потому что так устроен наш ум. Веды говорят, есть сознание мухи, есть сознание пчелы. Муха она любит сладкое. Летит к сладкому все время. Но по дороге видит бардак. Воняет внизу. И туда в этот бардак. Потом опарыши там у нее. Вся жизнь в бардаке в этом. Все. А пчела она не отвлекается. Она летит только к нектару. Она ни на что не обращает внимания. Вот это называется благодарность. Когда человек хорошее видит, плохое не видит, все в жизни исправляется. Потому что он благодарный человек. Не заметил даже это блюдо плохое. Только благодарит. Спасибо за это блюдо. Спасибо тебе за это блюдо. И человек думает, классный гость пришел. Такой хороший человек. Дай-ка я его еще приглашу. А если блюдо, блюдо все время. Ну у нас так устроена психика. Мы все время ноем. Одно что-то заметили плохое. И все. Хорошее забываем. Плохое помним все время. Так устроены мы. Поэтому нужно прославлять Господа. Чтобы нейтрализовать вот это наше нытье. Иначе все будет плохо. Ну Господь служит, служит, заботится. Как бы. А мы все время ноем. Нормально это ему понравится, нет? Поэтому нужно прославлять Господа. Поэтому есть Альхамдулилия, Аллилуйя. Это одно и то же. Богу хвала. Есть много других молитв на разных других языках мира. Это самый первый способ отношений с Богом. Есть еще более глубокий. Тоже на всех верах есть. Но этот более глубокий способ отношений с Богом, это уже не просто благодарность. Это называется любовь. Вот допустим, когда парень сильно любит девушку, он что делает? Он повторяет ее имя. Так? Нет? Пишет. Повторяет. Повторение имени, да? Имя очень вдохновляет. Каждый вере есть. Повторение имени Бога означает любовь. Если человек имя Бога повторяет, значит любит точно. Это любовь уже. Это не прославлять, не восхвалять, не просить. Если кто-то хвалит тебя, значит потом попросишь что-то. Это обычное дело. А те, кто любит, они не хвалят. Они смотрят просто. И они повторяют твое имя по имени. Повторяю. Вот. Повторяет имя, да, человек? Это значит что? Любовь. Видите, песня, музыка какая? Спокойная такая. Любовь и наполненная. Когда люди повторяют имена Бога, это уже очень высокий уровень отношений. И поэтому очень высокие требования к таким людям у Бога. Если человек начинает уже имена Бога повторять, значит он будет внимательно смотреть за этим человеком. И будет к нему больше требований уже. Человек должен заповеди сильно соблюдать, чтобы близкие отношения с Богом строить. Бог будет серьезно относиться, если ты повторяешь имена Бога. Во всех традициях есть духовных имена Бога. Но это уже более сокровенное знание.